Возможно совпадение, а возможно реакция. После резкой критики губернатором местного Минстроя еще один долгострой в Ульяновске наконец завершится хэппи-эндом. Дом 140 на Красноармейской, печально знаменитой теперь фирмы-застройщика птицефабрика Тагайская. В ближайшее время здесь дадут отопление, акт о вводе здания в эксплуатацию подпишут до конца недели, после начнут вручать ключи жильцам. Застройщику, завершившему долгострой, до конца года компенсируют 23 миллиона рублей. Напомним, дом не могли сдать с 2014-го. Бывшего директора общества с ограниченной ответственностью птицефабрика Тагайская приговорили к пяти годам колонии за хищение удольщиков 550 миллионов рублей. Кемпинг с удобствами появится у подножия Тушнинских холмов, нацпарке Сенгелеевские горы. Палаточный мини-отель откроют уже в 2020-м, заявил министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров. Семь палаток, кинотеатр и зона питания, проект, который должен окупить себя. Кроме того, совместно с районными властями в самой Тушне приведут в порядок улицу Подгорную, установят контейнеры для сбора мусора и оформят право пользования местным родником. 38 миллионов за консультацию об уплате налогов. Это перебор. Посчитали в Уфас и обратились с заявлением отменить аукцион, инициированный Ульяновск фармацией. Заявка на сайте госзакупок появилась в середине ноября с начальной ценой контракта 38,4 миллиона рублей. К антимонопольщикам обратился один из депутатов ЗСО. По его мнению, фармацию сперва преднамеренно обанкротили и продолжают по инерции грабить. Народный избранник заявил о намерении обратиться в прокуратую с просьбой возбудить уголовное дело по признакам мошенничества.